А на свидетельствование оказалось, что в крови нашего представителя Кадырова есть наркотические средства, парень употреблял. Либо он знает больше нас о пути Ахмада Кадырова, либо он просто ему не следовал, я не знаю, пусть прокомментируют, наверное, в пресс-службе Рамзана Кадырова, пусть они прокомментируют, как мог произойти подобный казус. Томсо, как прокомментируешь слова Бурятского о том, что можно быть ментом в целях диверсионных операций? Я думаю, здесь он не открыл ничего нового. Всю жизнь противоборствующие стороны использовали подобные методы для диверсионных операций, для просто сбора информации, то есть чпионов удержали. И наша война тоже не была исключением. Конечно, подобные вещи у нас происходили. Немало случаев, когда были внедрены в российские правоохранительные органы члены нашего сопротивления. Также, к сожалению, есть и случаи, когда эти внедренные члены нашего сопротивления потом становились предателями и начинали реально работать на врага. Примером таковым является, например, Магомед Дашаев. Магомед Дашаев, бывший глава полиции Грозного, ОМВД по городу Грозный, который затем был понижен в должности, он в свое время был именно таким образом внедрен. Он начал работать, причем какое-то время он делал свою работу, с которой его туда отправили, сливал информацию, она была реально полезная. За счет информации, которую он слил, проводили какие-то операции, акты. Но после этого он что-то, видимо, почувствовал какой-то баланс, момент, что уже все перевес идет на эту сторону, надо переметнуться. И стал реально российским полицейским. Сначала ментом, потом полицейским. За счет его информации проводили операции. Ты его похоронил в том, что... Да нет, эту информацию я давно уже озвучивал. Там, я думаю, люди знают об этом. Но, тем не менее, он у них работает. Это значит, видимо, польза, которую они либо уже получили от него, либо продолжают получать, она, по всей видимости, для них более важна. Поэтому он остается российским ментом. Салам алейкум, Тумсо. Из Кабарды. Балкарцы говорят, что кабардинцы не коренное население Кавказа, а только они истинные коренные. А какое твое мнение на этот счет? Ладно, алейкум асалям. Какая-то небольшая часть, в каждом из наших народов, есть небольшая часть не совсем грамотных людей. К сожалению, они могут подобные бредовые вещи озвучивать. И это всегда будет. Это не то, что там один народ будет про другое говорить. А внутри даже наших народов существуют вот такие маргиналы, которые подобное про собственный же народ говорят. Допустим, среди чеченцев есть те, которые вообще там огромную часть чеченцев не признают чеченцами. Могут там на соседнее село говорить, что там какие-то нечистокровные и прочие вещи. Но это всегда какая-то небольшая часть. Надо понимать, что основная часть представителей наших народов – это нормальные, здравомыслящие, интеллектуально развитые люди. Поэтому обращать внимание на подобных людей не нужно. Все кавказские народы являются коренными кавказцами. Все мы там автохтон. И все мы являемся очень родственными друг другу. Имеем там чуть выше общих предков. Поэтому говорить подобное – это очень неграмотно и очень глупо. Нам нужно стремиться к объединению, к тому, чтобы уйти от этой российской оккупации. И потом все вместе в рамках союза независимых государств, как нам будет удобно, чтобы мы все вместе сосуществовали. Жили как единая такая семья. Как вот Европейский союз, он же объединился, несмотря на то, что разные народы, между ними общего меньше, чем между нами, кавказскими народами. Между французами, допустим, немцами и англичанами, поляками, венграми, румынами. Между всеми ими общего меньше, чем между дагестанскими народами, допустим, и чеченцами, чеченцами и ингушами, ингушами и осетинами и так далее. Вот между ними гораздо меньше. У нас в конце до концов общие предки будут гораздо ближе, чем у европейцев. Поэтому надо понимать, что это бредовые вещи. Таких людей нужно попытаться их вылечить, наверное, посоветовать ему. Если человек не лечится, тогда просто лучше оставить и даже не спорить с ним. Также тут на днях была новость о том, что в Питере задержан представитель Кадырова в этом каком-то там федеральном округе. Вот так выглядит этот человек. Зовут его Ислам Хизриев. Он представитель главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в северо-западном федеральном округе. Задержали его с наркотиками. Отвезли, говорят, пишут, что отвезли его на освидетельствование. А на освидетельствование оказалось, что в крови нашего представителя Кадырова есть наркотические средства. Парень употреблял. Либо он знает больше нас о пути Ахмата Кадырова, либо он просто ему не следовал. Я не знаю. Пусть прокомментируют, наверное, в пресс-службе Рамзана Кадырова. Пусть они прокомментируют, как мог произойти подобный казус. Ему вроде как... Ну, в общем, ему предъявили обвинение. Скорее всего, будут судить. Будет ли он дальше занимать должность представителя Кадырова? Не знаю. Посмотрим. Томсо, чем ты занимаешься в свободное время? Магомед Саид Курбанов. Я не знаю. Наверное, я чем-то конкретным не занимаюсь. По ночам я провожу голосовые чаты в Телеграм, на своем Телеграм-канале. Подписывайтесь, кстати. Ссылка в описании. Кто не в курсе, приходите. Там мы общаемся, спорим. Ну, и в остальном отдыхаю. Не знаю. Где-то пью чай, кофе. Короче, все как обычно. Томсо, ты был во всех республиках Кавказа? Какая республика тебе понравилась, кроме Чечни? А какая не понравилась? Нет, не во всех. Я никогда не был в Карачаево-Черкесии. Я не был в Карачаево-Черкесии. И все, наверное. В остальных республиках я был. В Тегеи был. Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабабина, Балкария. Понятно. Ставропольский край, Казахстанский край. Да, в остальных был. Карачаево-Черкесии не был. Где мне понравилось, да мне везде нравится. Мне нравится везде. Субтитры подогнал «Симон»